Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И у нас с вами новости от Уралочки. Уралочка уже второй день не вышла, получается, в эфир. На Дзене она выложила старый ролик. Получается, просто репостнула старый ролик для того, чтобы смотрели старые ролики. Пока Уралочка якобы болеет. Но она появилась в Телеграме. Там какая-то женщина спрашивала про доход Уралочки. И Уралочка решила ответить. Вы представляете? Будучи больной, немощной, Уралочка решила ответить женщине про свой доход, сколько зарабатывают, как зарабатывают. И при этом пояснила, что она серьёзно больна. Послушайте, что она говорит. Добрый день. Я хотела вам сказать, что вы не с того начали свой вопрос, сколько зарабатываем. Если вы хотите стать блогерами, вы бы хотели, если бы хотели, вы могли бы мне написать в личку, нам с Сафаром, хотя бы спросить совет, как это можно сделать. Ну, как вот, может быть, как-то продвинуть канал или как-то заинтересовать людей. Но вы сразу про деньги. Вы знаете, я хотела сказать, первые деньги получили с течения, когда мы снимали два года. Первую зарплату после двухлетней ежедневной работы. А далее это у меня не горло. Горло у меня не болит совсем. Это у меня как типа бронхит. У меня раньше очень был сильный бронхит, и сейчас, как чуть застужусь, всё просто свистит во всё-всё, и откашлять ничего не могу. Но хоть началось, маленько откашливать стало. Тут два дня была высокая температура, почти под 39 у меня. Вот. Ну, слава богу, хоть сейчас уже температуры нет. Мне вот, ребята, интересно, а Уралочка больницу посещала, если у неё такие проблемы бывают, что переболела когда-то сильно бронхитом, и теперь при простуде ей очень сложно выздороветь. Или опять с Сафарчиком в аптеку заехали, пилюли купили, и Уралочка торчит дома. Я вот не знаю, Уралка как-то странно, да, ведёт иногда себя, когда простывает, заболевает, ну, по голосу, знаете, похоже, по голосу, что она заболела, что она простыла, при этом она говорит, что у неё высокая температура. Но опять же умалчивает про больницу. Была ли в больнице? Что сказал врач? Слушал ли её врач? Нет ли хрипов в лёгких? Раз она говорит, что прям невозможно, да, откашляться. Но, знаете, болезнь может быть и другого характера, да? Скажем так, после Большого Будуна тоже. Я это не исключаю, ребят, но ни в коем случае не утверждаю. Но и исключать не могу, так как Уралочка уже много раз в своих видосах засветилась после Великого Будуна, при том, что здесь уж, знаете, не разобрать, что у них там происходит. И как ни странно, значит, голосовые она записывает сама, то есть рядом сарафанчика нет. Обычно голосовые она записывает и слышно где-то на заднем плане что-то подвякивает, как будто из-под юбки сарафан. А здесь полнейшая тишина говорит исключительно Уралочка. Ну и дает уроки, скажем так, по зарабатыванию денег на Ютубе. Слушайте, как она по-деловому отвечает, да? Что якобы вы не так вопрос задали. Ну, там ее админша тоже возмущалась, что вы, Олечка, очень доверчивая и что якобы нечего ни в каких личках там общаться, они якобы интересуются просто, а потом скажут, Уралка обманула. Естественно, потому что Уралка правду никогда не скажет. Особенно про доход. Какую правду ждать от Уралочки, если у нее видосы одна сплошная ложь, причем это каждый день. Так что Уралка у нас не вышла по причине болезни. А какая это болезнь, нам с вами не знать. То ли она действительно простыла, сидя еще вдобавок на даче, да? И, как она говорила сначала, что коктейльчик попила холодный, а потом забыла про коктейльчик. И говорит непонятно, с чего это вдруг, с чего это вдруг. Ей побаливает горло. Только побаливала горло, а сейчас уже получается не горло. Опять какие-то несостыковки. Ну, впрочем, как обычно это происходит у Уралочки. Но при этом она не сказала по поводу больницы. Ходила, не ходила. И вы знаете, она странно как-то ведет себя. И причем даже в комментариях мне писали, что касается инвалидности. Получив вторую группу инвалидности, и на протяжении такого времени, сколько мы, ребят, ее смотрим, она ни разу не лежала в больнице. Вот как такое может быть? Точно так же и здесь. В больницу не хожу, температура 39. Вот и как это можно воспринимать? Голос, да, осипший. Похоже на простудный голос. Но опять же повторю, голосочек-то можно и разыграть. Но на самом деле, вы знаете, ребят, никогда не пожелаю никому болезней. Неважно, кто этот человек, пусть он даже враг, пусть он даже меня ненавидит. Но никому я не пожелаю никогда боли, страданий и болезней. Ну, а если это не болезнь, то это уже получается на совести Уралки. Получается, Уралочка два дня болеет. Посмотрим, если завтра выйдет она уже на связь и выложат они видеоролик, то, вы знаете, после температуры 39, если она будет выглядеть более здоровой, да, не кашлять. Ну, голос, мы сами понимаем, что голос можно и подделать, да, простуженный, посипеть, поскрепеть. Но так как она сказала, что у нее ужасный кашель, то на протяжении видеоролика это все равно, как ни крути, должно быть слышно. Правда же? А не так, помните, как раньше было? Ой, заболела! Ой, прям лежала полостом! А на следующий день уже здоровехонько и выздоровела. Ну, в общем, ребят, мы с вами увидим и услышим. Ну и еще Уралочка благодарила свою админшу за то, что та удалила и, наверное, заблокировала женщину, которая так интересовалась доходом Уралочки и очень хотела стать блогером, но так и не получила личные советы от Уралочки и Сафара. Как Уралочка говорила, надо было спросить у нас Сафаром. Прям Сафар великий блогер, который все на свете знает в блогерстве. Послушайте. Спасибо, что удалили. Только тоже хотела ее вообще, эту даму, удалить. И она тут же исчезла. Спасибо вам. Ну вот пока, ребят, вот такие вот новости. Будем дальше ждать развития событий и выздоровления Уралочки. Но пока еще не совсем вот лично для меня понятно, от чего выздоровление. Чем таким заболела Уралочка, что решила с высокой температурой сидеть дома. Ну, так как про больницу она не обмолвилась даже и словом. Ну, в общем, ребят, наверное, это у меня все, что из новостей, свежих новостей. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю, мои хорошие. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok